Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры! На библейском портале экзегет мы вместе с вами продолжаем изучать Священное Писание, Евангелие от Луки. И у нас такие вот драматичные, самые драматичные страницы Священного Писания связаны с судом над Господом Иисусом Христом и, собственно, самой крестной смертью. Так что читаем. «И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря, мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом Царем». Мы видим событие, которое происходит сразу же после собрания Синедриона. То есть, вначале было вот это вот судебное собрание членов Синедриона, где посчитали, что спаситель повинен смерти, но сами они не могли привести это решение в исполнение, потому что Иудея, она являлась провинцией Римской империи, и требовалось, так сказать, официальное распоряжение, и смертная казнь, она была во власти только наместника римского, а именно прокуратора по имени Пилат. И вот поднялось все множество их, вот множество, то есть, участники этого Синедриона, старейшины народа, там вот эти члены Синедриона, и они ведут спасителя к Пилату, Понтий Пилат, наместник императора, у него в данном случае как бы полнота власти, и спасители приводят, начинают обвинять, и в чем обвиняют? Говорят, что он развращает народ наш, ну, считалось как? Что спаситель совершал те действия, которые как бы не входили, не соответствовали законам иудейским, ну, например, считал, что нарушает субботу, когда исцеляют людей в субботу, да, потом он часто вступал в какое-то противоречие с фарисеями, а фарисеи считались хранителями закона, ну, и много-много другого. В обвинении была откровенная ложь, сказано, запрещает давать, подать кесарю. Ну, и спаситель прямо говорил, что отдавайте кесарю кесарева, потому что на монетке чье там изображение кесаря, да, ну, вот он претендует на эти монеты, вот и отдавайте ему эти монеты. Спаситель не запрещал. А для чего они лгут? Для того, чтобы усилить обвинение, для того, чтобы был повод не просто к наказанию, а именно к смертной казни. Ну, и, конечно, самым главным обвинением, что якобы вот он называет себя царем в земном смысле, то есть претендует на земное царство, а царем считался здесь, собственно, римский император. В данном случае был Тиверий и кесарь. Сами иудеи не любили, конечно же, римских императоров, мечтали о восстановлении своего царства, но царство Христово им было непонятно, потому что непонятен был новый дух Нового Завета. «Пилат спросил его, ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ, «Ты говоришь». «Пилат сказал первосвященникам и народу, я не нахожу никакой вины в этом человеке». Вот интересный очень такой диалог. Видно, что Пилат, видимо, его постоянно доставали со всякими там обвинениями, все время на кого-то жаловались, приводили, и Пилату все это надоело, он особо не хочет разбираться. И поэтому он как бы просто бросает, ему говорят, вот он выдает себя за царя, Пилат спрашивает, ты что ли есть царь иудейский? А спаситель отвечает, ты говоришь. И вот этот ответ спасителя, он по-разному толкуется толкователями, но в данном случае спаситель, ведь он себе как раз не искал царства, женского статуса. В Евангелии Таана мы читаем, что когда насыщение пяти тысяч пятью хлебами состоялось, то люди хотели прийти и взять и сделать его царем, но и спаситель поэтому ушел. Он не хотел, чтобы его делали земным царем, и поэтому он говорит, что это вот ты так говоришь, не я так говорю, а ты говоришь. То есть, как бы некое противоречие очевидной реальности слов Пилата. И Пилат, видя, что спаситель сам себя не называет земным царем, не претендует ни на какой там императорский престол, говорит первосвященникам, я не нахожу в нем никакой вины. То есть, чего вы привели? Но они настаивали. Да, причем тут интересно, что Пилат сказал первосвященникам и народу. То есть, вот в начале, в самом, члены Синедриона упоминаются, которые приводят к Пилату, поднялось все множество их. И, видимо, публично происходит этот диалог, да, и тут же как бы подтягивается народ, который слушает, обращает внимание. И вот Пилат говорит уже не только первосвященникам, но еще и народу. Я не нахожу никакой вины в этом человеке. Оказывается, этого недостаточно. Читаем. Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Обвинителям что важно? То есть, они пытаются, как бы, вот, цепляться за то, что, в чем Пилат действительно может к ним прислушиваться. Кого осуждать? Да возмутителей порядка общественного. То есть, бунтарей всяких. Ну, вот тот же Варавва, да, будет упоминаться разбойник Варавва с другими. Они тоже были причастны там к какому-то мятежу, разбою. И таковых должны были хватать, конечно. И поэтому первосвященники и члены Синедриона не отступают от своего, говорят, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилея до сего места, то есть, до Иерусалима. Пилат, услышав о Галилее, спросил, разве он галилеянин? Дело в том, что действительно проповедь Спасителя, она по преимуществу проходила в Галилее. Часто у нас такая вот неточная картина, мы думаем, что Спаситель, вот он все время проповедовал в Иерусалиме, где-то в окрестностях, ну, по крайней мере, хочется нам так, потому что Иерусалим принято у нас считать святым все-таки городом. Но на самом деле Господь основную проповедь свою произносил в Галилее, там, где и учеников в основном-то призывал, и где они ходили вместе. И галилейские жители, они были более простосердечны, не настолько они вот, как вот фарисеи, мелочно относились к каким-то там обрядам, в них была живая душа, и Спаситель действительно там проповедовал. И читаем насчет Пилата. И узнав, Пилат узнав, что он из области Иродовой, это Ирод Антипа имеется в виду, там было некое вот разделение по сферам влияния, и Ироду Антипе, под его властью находилась Иудея, и еще область называется Перея, за Иорданской стороной. И вот, значит, Ирод узнав, что он оттуда, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод для чего прибыл в Иерусалим? На праздник Пасхи, потому что Ирод Иудея, и ему хотелось тоже встретить праздник Пасхи в городе Иерусалиме. Ну, вот Пилат, он как бы, ну, раз он оттуда приехал, то вот пусть Ирод решает, а я не хочу с этим делом связываться. То есть, видно, что Пилату все это неинтересно, скучно, и иудеи ему давно надоели. И действительно, значит, спасителя направляют к Ироду. Точное место здесь не упоминается, но что сказано? Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. Вот радость, она бывает разной. Бывает чистая радость, искренняя, когда мы встречаем любимого человека, или когда у нас душа наша пламенеет любовью к Богу, и мы радуемся о благодати Божией. Бывает радость нечистая, злая радость, когда кто-то злорадствует о чужих бедах, а бывает радость как бы любопытства. И вот Ирод в данном случае, у него такое некое любопытство. Он ведь слушал некогда Иоанна Крестителя, даже прислушивался к каким-то его советам. Он знал, что есть чудотворцы, что совершаются чудеса, и он много слышал о Спасителе, что через Спасителя действует некая сверхъестественная сила, как говорили. Ироду хотелось все это увидеть, вот как любопытному зрителю увидеть действие фокусника на сцене, чтобы просто потешить свое воображение. Значит, вот он много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. То есть вот это любопытное воображение хочет потешить себя. И предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал. Не отвечал ему. То есть, понимаете, Спаситель вообще чудеса не совершает на показ. Поэтому даже люди, которые действительно у Бога обрели дерзновение, они никогда не скажут, вот я сейчас выйду на сцену или на арену, и перед всеми помолюсь, чтобы Бог совершил на показ для вас чудо. Потому что праздное любопытство – это вот не та среда, не то состояние человеческого сердца, при котором мы можем принять Бога. И человек вот просто ищет каких-то внешних эффектов, он хочет как бы насладиться зрелищем, а Бог-то его сердцу при этом не нужен. И Ирода не интересовала истина. Он не собирался быть христианином, не собирался открывать свое сердце Христу, и поэтому Спаситель молчит, Спаситель сердцеведится и не удостаивает никакого ответа. «Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его». Вот можно представить, как вначале вот у Пилата, то есть вносится какое-то официальное обвинение, Пилат, значит, так вот отстраненно отвечает, потом также Ироду, Ирод наоборот радуется, ну-ка вот покажи мне какое-нибудь чудо, вот сделай, я посмотрю. Ну, а помимо этого стоят обвинители и бормочут, бормочут, бормочут свои какие-то обвинения, говорят, вот он там развращает людей, да, то есть они создают как некий фон, даже просто вот звуковой фон негативный, что этот человек должен быть наказан и казнен в любом случае, в любом случае. Ну, а Ирод что? Значит, да, вот эти обвиняют его. Ирод со своими воинами, он же видит, что Спаситель, собственно, ведет себя смиренно и достойно, достаточно достойно, молчит, но при этом не выказывает никакой ни гордыни, ни ненависти, и в этом есть что-то располагающее. И поэтому Ирод не может увидеть в нем чего-то преступного, а так как сам Ирод, он человек-то, в общем-то, легкомысленный, то что мы читаем? Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. То есть Ирод признает то же, что, ну, я не вижу здесь преступления, отсылает обратно к Пилату, пусть Пилат что хочет, то и делает. И получается так, что, да, но при этом, что мы считаем, уничижив его и насмеявшись над ним, ну, то есть произносили какие-то оскорбительные слова, что, ну, вот он и есть такой вот царь, ясно, что никакой он не царь, да, по его внешнему виду и по его поступкам, да и изучение, и его следует по его учению, что он не домогается никакого мирского царства. В светлую одежду, там тоже толкователи по-разному, ну, имеется в виду, как бы, некий образ царской одежды, да, ну, тоже, как бы, для насмеяния. И вот отсылает к Пилату, и читаем, «И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом». Ну, это вышло такое невольно, да, конечно, они не могли быть друзьями навек, это очевидно, потому что грехи не могут объединять, а только, может быть, некое временное такое совпадение целей или совпадение умонастроения. А почему возникло такое? Раньше они вообще слышать друг про друга не хотели, ненавидели так, что вообще не хотели даже слышать имена друг друга. А тут получается, что Пилат вдруг отсылает спасителя к Ироду, то есть делает некий жест навстречу Ироду. А потом Ирод тоже отсылает спасителя обратно к Пилату, тоже некий жест навстречу Пилату. Поэтому, как бы, вражда между ними, вот эта, которая была, по крайней мере, на тот момент, она прекращается, и пусть даже все это вот не очень благовидно, да, все равно они не сторонники Господа Иисуса Христа, но невольно становятся друг для друга друзьями в тот день, тогда, когда до этого не хотели и слышать друг о друге. Да, вот некоторые толкователи, они тоже, как, какую мудрость видят, что спаситель, даже вот в таких ситуациях, он невольно людей располагает к дружбе, потому что Божья благодать, она всегда умеряет сердца человеческие. То есть могло бы быть, ведь вообще там какой-то полный разрыв, там, между, вплоть до смертоубийства друг друга, а тут нет, у них вдруг сердца мягчают, их закоренелые в ненависти сердца. Пилат же, когда уже спаситель, опять у него на суде, созвав первосвященников и начальников, и народ, и здесь уже более такое масштабное мероприятие получается, что специально созывает, сказал им, вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, «И вот я при вас и следовал, и не нашел человека сего виновным ни в чем в том, в чем вы обвиняете его, и Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу». На самом деле мы видим, что Пилат уже начинает уступать вот этим злолюбивым сердцам обвинители Господа, и если до этого он категорически не признавал никакой вины, и, соответственно, не хотел рассматривать даже дело Христа, и говорит, что даже вот и Ирод, то теперь он вдруг говорит, что, ну да, вот не нашел я вины, но давайте, наказав его, отпущу. То есть, а наказание это что имелось в виду? Это имелось в виду бичевание, причем бичевание достаточно жесткое наказание было, и, а, собственно говоря, за что? Если он невиновен, то за что его бичевать? А бичевать только, чтобы уступить вот этим злым поползновениям обвинителей Господа. Только потому, что, ну вот ладно, хочется вам его наказать, давайте его накажем. Справедливого расследования здесь не проводится. Пилат, он не проводит даже никакого, ну, то есть, нет никакого протокола вот этого расследования, просто препирательство с представителями Синедриона, с первосвященниками, и он, понимаете, пытается как бы лавировать и подстраиваться под ситуацию. Поскольку вдруг видит, что явное большинство, преобладающее большинство настроено против Христа, то, видимо, лучше уступить вот этой толпе, нежели вызывать их негодование. Ну и пытается найти какой-то компромисс. Ну, давайте вот наказав его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Вот была уже такая традиция, сложилась, что ради праздника Пасхи отпускали одного из заключенных узников. И как толкуют святые отцы, вот как они говорят, кого следовало отпускать, да, того, кто явно совершал какое-то беззаконие, или того, кто только был подозреваемым, и чья вина не доказана. Понятно, что настоящего преступника, который человек убийства совершил, у него все-таки меньше шансов быть отпущенным, нежели тот, чья вина совершенно не доказана. И вот нужно-то было отпустить одного узника. Вот, кстати, эта традиция, когда отпускали некоторых заключенных, да, амнистия объявлялась, она иногда действительно имела место, иногда тоже вот по праздникам Пасхи, когда наши благочестивые цари посещали находящихся в заключении, могли кому-то оказать такую вот царскую милость. И вот Пилат, он предлагает, как бы он намекает, что давайте Христа и отпустим, ну, предварительно подвергнув бичеванию. «Но весь народ стал кричать, смерть ему, отпусти нам вараву». Вот они, ключевые слова в этой разыгравшейся драме. «Весь народ стал кричать, смерть ему». То есть представьте вот эти злые, перекошенные лица, которые в негодовании просто вот в ярости кричат, смерть ему, отпусти нам вараву. То есть лучше пусть вот этот преступник, бандит выйдет, нежели тот, кто пытается менять наши нравы, обычаи, тот, кто не согласен с устоявшимися у нас идеями, мнениями. При этом уточняется, что варава был посажен в темницу за произведенные в городе возмущение и убийство. И некоторые даже толкуют, что варава, он как раз был одним из, в том числе и политических таких, мятежников, да плюс еще убийство. То есть явно отпускать его по строгим римским законам было не положено, да и по законам Ветхого Завета, по строгим, ну, по четким законам Ветхого Завета, да, что тот, кто поднял руку на человека, тому тоже должен быть убитым рукой человека, да. И здесь то и другое, то есть и политическое какое-то возмущение, и вот убийство, ну, может быть, и другое было возмущение, но некоторые толкования проводят, видят политические мотивы. И вроде как бы все здесь очевидно, но нет, вот злоба людская, она направляется против Христа, и причина этой злобы, так сказать, вот в самой злобе. Вот как кто-то из античных философов, он так говорил, что если бы истина воплотилась и стала жить на земле, вот приняв образ человеческий, и ходила бы посреди людей как человек, то люди не только не приняли бы истину, потому что она стала бы обличением вот этого развратного образа жизни людей, то есть люди погрязли во лжи, а тут вдруг ходит истина. Люди не просто бы не приняли, они подвергли бы ее самым страшным истязаниям, и, в общем, умертвили бы ее самой страшной смертью, потому что человеческая злоба, человеческая ложь, она не может вынести чистоту, добро и истину. И когда истина действительно воплотилась, когда сам Христос, вот воплотившийся Сын Божий пришел, то люди и выплеснули вот эту злобу, копившуюся в их душах. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали, «Распни, распни его!» Он в третий раз сказал им, «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу!» То есть Пилат выражает удивление, Пилат удивляется, «Что, мол, с вами такое происходит, что вы настолько жестоки, не хотите проявить милость к человеку? Я же не нашел в нем никакой вины, ну, вы настроены против него, ну, давайте накажем его путем бичевания и отпустим!» Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. Вот те, кто знают вот эту культуру вот этих восточных народов, где эмоции, они могут просто вот зашкаливать, те могут представить, какой это стоял крик, вой, рев, смерть ему, смерть его, распни, распни. И мы читаем «И превозмог крик их и первосвященников». То есть, ну, если все буквально собравшиеся, те, кто вот здесь стоят перед Пилатом, все требуют смерти, а Пилат не хочет как бы связываться, хочет себя в стороне соблюсти, умывает руки, и Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. То есть, Пилат как бы отгораживается, думая, что совесть, ну, голос совести можно как бы ее на время заглушить, и что это потом, ну, никак не проявится. Но на все века вот записано это поведение Пилата, чтобы мы знали, что вот такое двуличие, да, такая вот уступка, она ничем хорошим не обернется. И вот спасители отдают этим страшным людям на растерзание. «И когда повели его, читаемые, то, захватив некоего Симона Киренеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом». Каждое из Евангелий дополняет друг друга, там вносятся какие-то детали. Мы знаем, что на самом деле Пилат и подверг спасителя вот этому тяжелому бичеванию. И истязания были таковы, что человеческие силы Христа, они начинали иссякать. И вот тут вот надо понять, что Господь, Он понес всю человечность, все человеческое, и, соответственно, ту вот меру человеческих сил, которая имеет свой предел. Поэтому после вот этих, после этого суда, да, бессонной ночи, истязаний, у Него не хватает сил нести крест свой Голгофе. Он падает под этой тяжестью. И положено было, чтобы осужденный сам нес крест. А Он падает, вот, кстати, в этом тоже, может быть, и нам дается некая такая поддержка утешения, что когда нам кажется, что невыносимо тяжело, и мы падаем под ножи креста, то мы можем вспомнить Господа, который через это прошел, ну, прошел именно в физическом смысле. Главное, чтобы мы душой своей, в нравственном смысле, вот так не падали. А скорби, которые потрясают нас, да, тяжесть жизненного креста, понятно, что она способна нас сломить, мы падаем, но вспомним Господа и помолимся Ему от сердца, и поймем, что Господь прекрасно понимает нас в этих ситуациях. Он прошел этот путь, тоже падая под тяжестью креста. И вот сказано, что захватив некоего Симона Керенеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. Лука – это тот евангелист, который упоминает ряд подробностей в этом шествии Господа на Голгофу, вот в частности, пишет он, «И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем». Все-таки было много и тех, которые сострадали, и скорбели, проливали слезы, но голос злодеев превозмог. И вот они шествуют и плачут. А как же Спаситель? А Спаситель, обернувшись, не о себе думает, а Он им сострадает и к ним обращается. Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Дочери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут, блаженно неплодные и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам, падите на нас, и холмам покройте нас, ибо если зеленеющим деревом это делают, то сухим, что будет». И Спаситель действительно проявляет вот это вот милость, сострадание, Он скорбит не о себе, а о них. Почему? Потому что Он предвидит, что их ждет. Не пройдет сорока лет, как Иерусалим будет полностью, ну, фактически уничтожен. До этого достаточно такая жестокая осада, когда вокруг враги, да, выйти из города невозможно будет, и люди потерпят такой голод. Вот те же самые иудеи, они многие доживут до этого времени и испытают такие страдания, что просто невероятные, как некое вот наказание за то, что последовало. Да, потому что если происходит некая несправедливость с зеленеющим деревом, то что тогда будет с древом сухим? И вот это шествие, где сам Спаситель, да, где вот Симон Керененин, где за ним идут еще женщины и люди, которые плачут и сострадают Господу, а Он сострадает им. Но помимо этого еще сказано, вели с ним на смерть и двух злодеев, то есть вот одного злодея отпустили в Араву, а было еще два, которых, участь вот это снисхождение обошла, они оказались тоже осуждены. И когда пришли на место, называемое Лобное, то есть место на возвышенности, возвышенное, оголенное, каменистое, подобно открытому лбу, конечно, есть разные такие предания, толкования, что это место, где некогда был погребен сам праотец Адам, да, люди еще не очень понимали, что есть смерть, но в принципе, видели уже смерть, конечно, и Авеля, и вот когда он умер, Адам, его там положили, и потом люди увидели, как оголился его лоб. И вот считается, что на этом месте впоследствии как раз и распят Господь Иисус Христос, и капли крови, они достигли главы Адама, как бы новый Адам, получается, так он непосредственно искупает своей кровью ветхого Адама. Ну, то, что Адам там погребен был, это, конечно, такое предание, которое трудно подается какому-то доказательству, вот, тем не менее, вот именно здесь Спаситель, он претерпевает свои страдания вообще за всех, и за Адама, ветхого, и за каждого из нас, за всех, кто погряз во грехах. И вот, когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Вот это, конечно, вершина несправедливости. Спаситель вместе с злодеями, как будто злодей, будучи абсолютной чистотой, абсолютным добром, всесовершенным милосердием, он вместе с злодеями претерпевает самую страшную казнь, и страдания распятых, они невероятно велики, потому что перебивались гвоздями нервы, потому что тяжело было вздохнуть, и чтобы дышать, нужно было подниматься немножко на ногах, делая вдох. Вот спазмы сдавливали грудь, и, в принципе, некоторые ученые, исследователи, они описывают, какие страдания претерпевает распинаемый, но пересказать это просто невозможно. И вот спасители как бы специально в окружении двух злодеев, сказано, одного по правую, другого по левую сторону, то есть как бы они-то думали, что если так они его распинают, то они как бы окружают его злодеями, что вот он сам умирает в окружении злодеев, как будто он в центре вот этого зла. А в итоге-то получится другое, что спаситель становится неким преображением злолюбивых людей, и даже разбойник, разбойники начинают каяться, ну, вот в лице разбойника одесную распятого. Иисус же говорил, Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И вот в то самое время, когда люди погрязли в этом зле, вершиной гордыни, ненависти, глубины вот этой преисподней, которые поразили нутро человеческое, спаситель в этот момент являет глубину своей любви и своего прощения. И его мирные слова, вот эти, Отче, прости им, ибо не знают, что делают. На самом деле, ведь это слышат и воины, которые тут же находятся, и разбойники это слышат, и слова эти, они совершенно иные, они как бы перекрывают всю злобу человеческую. Каждый вроде бы делает, вроде бы занят еще своим. И делили одежды его, бросая жребия вот эти воины. И стоял народ и смотрел. Ну, люди любопытные, странное дело, да, но во все времена люди спешили посмотреть смертную казнь, когда смертная казнь совершалась публично. Наверное, сейчас, если бы вернули публичную смертную казнь, люди бы так же собирались, смотрели, а правители это делали специально, как бы в некое наседание, чтобы не повторяли грехов тех, кто казним публично. А в данном случае, в данном случае происходит наоборот, что казнь Христа, она становится примером победы добра над злом, потому что в душе спасителя побеждает именно любовь, прощение и добро. Конечно, мы читаем, насмехались же вместе с ними, то есть с людьми, и начальники, говоря, других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Но Христос пришел не для того, чтобы себя спасать, а спасать тех, кто нуждался в спасении, а спасать через что? Через свою жертвенную смерть. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря, если ты царь иудейский, спаси себя самого. Что касается уксуса, то есть скисшего такого вина, то давали его для чего? Для того, чтобы сознание казнимых немножко помутилось, чтобы легче было претерпевать боль. И положено было давать пить вот это скисшее вино, перед смертью. А здесь получается, что эти воины они не дали перед распятием, и уже вот на трости показывают, как бы, ну, издеваясь над спасителем, и тоже говорят, если ты царь иудейский, спаси себя самого. мы понимаем, что один из воинов, Лонгин, он в итоге тоже покаятся, о чем пишет уже евангелист Иоанн, и была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими, то есть на тех языках, которые в основном были в употреблении еврейских, вот как непосредственно народа, который там жил, римская, как римская империя, язык государства римского и греческого, как общий разговорный язык вокруг Средиземного моря, все Средиземное море говорило на греческом языке. И что было написано? Сей есть царь иудейский. Они пытались как бы насмехаться и через это. И вот дальше что мы видим? Вот это описывает именно Лука, что разбойники два распятых, они вдруг начинают вести себя немножко неодинаково, и вот с этого момента начинается некий вообще перелом. в событиях. То есть тут, казалось, еще идет некое торжество зла, а здесь вдруг происходит что-то непонятное людям, потому что преображение, которое исходит от креста Христова, начинает действовать на рядом находящихся людей. Вот один из повешенных злодеев злословил его и говорил, если ты Христос, спаси себя и нас. Другой же напротив унимал его и говорил, или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо. Я хочу что отметить, вот надо понять, братья и сестры, что на кресте вообще говорить очень тяжело, но все-таки возможно. и когда ты мучаешься сам, то вот либо ты думаешь только о себе, о своих страданиях, и как бы избавиться об этом, либо же твоя мысль может взойти к чему-то более высокому и что-то прозреть. И вот один из разбойников, он злословит, присоединяется к фактически к злословищам, говорит, если ты Христос, спаси себя и нас. Он вот рвется тоже сердцем своим в своей неискоренимой злобе, а вот другой вдруг являет смирение и какую-то тишину сердечных чувств, и из этой кротости и смирения начинает произносить. То есть один из разбойников, распятый справа, он фактически начинает преображаться духовно и говорит, что мы-то ведь осуждены справедливо, потому что достойны по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. Вот этот разбойник, он видел, как спаситель молится, отче, прости им, ибо не знают, что делают. И высота смирения, терпения и любви Господа, она действует просто преображающая на душу этого разбойника. «И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда приедешь в царствие Твое». И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Вот как просто и кротко отвечает Господь, что сегодня же ты будешь со мною в раю. Спаситель говорит, как некую очевидность, как некую фактическую данность, и действительно в тот же день они переходят в иной мир, так-то могли до трех суток висеть на крестах, мучиться, ну, никак не считанные часы, это могло быть намного дольше. И вот этот разбойник, разбойник, в богослужебных песнопениях, текстах нашего богослужебника, там говорится, что разбойник сподобился познанию богословия, и что он стал в каком-то смысле первым христианским богословом, ну, почему? Потому что он прозревает Бога, Слово, который рядом с ним претерпевает страдания за людей, то есть он прозревает самые таинственные истины, то, что с ними распят не просто человек, ведь он же его называет Господом, помяни меня в царстве твоем, то есть спаситель, который властвует над жизнью и смертью, потому что если бы он умер, то чего просить, помяни меня, когда придешь в царстве твое, да, вот сейчас все умрут и все, нет, он верует, в нем пробуждается вера, вот как говорят тоже толкователи, святые отцы, что разбойник, он явил подвиг веры, подвиг надежды и подвиг любви, любви, потому что он проникается любовью ко Господу, он не себя жалеет, да, он жалеет и говорит, что спаситель-то страдает незаслуженно, и любовь ко Христу в его сердце пробуждается, он верует во Христа, как в царя, в подлинного царя, и он надеется, он являет подвиг надежды, потому что надеется, что Господь действительно примет его в свое царство, вот это вот три подвига веры, надежды, любви, и прозревает самые высокие богословские истины, что распятый с ними не просто человек, а тот, кто выше человека, распят сын Божий, что он является царем рая, и в это царство он может принять, а принимает через что? Через вот эти искупительные страдания. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого». Когда на земле меркнет солнце правды, умирает солнце правды, то солнце физическое на небесах, оно тоже прекращает давать свой свет, это как вот очевидное такое знамение, и помиркло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. И вот это раздрание означало прекращение Ветхого Завета. Завеса раздирается, которая закрывала святой святых, значит, Господь Бог уже не обитает в ветхозаветном храме, святой святых обнажается, и теперь созидается уже новый христианский храм. Есть такое вот из преданий тоже, оно в древнее время запечатлено, что там не просто раздралась завеса, а раскололся свод, который держал эту завесу, обрушившись. Мы из других Евангелий знаем, что сопровождалась крестная смерть также землетрясением, и может быть это землетрясение как раз способствовало разрушению свода. Иисус возгласив громким голосом сказал «Отче, в руки твои предаю дух мой». И сие сказав «испустил дух». То есть своим сознанием спаситель не отлучался от Бога отца. Он до самой последней минуты пребывал в здравом сознании, и святые отцы еще так толкуют, что в этих словах «И сие сказав испустил дух» мы видим добровольную смерть Господа. Не то, что смерть как бы захватила Христа, и поэтому он умер, а некое его созволение на то, чтобы смерть прикоснулась ему. «Сие сказав испустил дух». Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал «Истинно человек этот был праведник». То есть, вот уже все как бы идет совершенно в другую сторону. Если поначалу казалось, что зло, оно всю эту ситуацию к самым глубинам преисподним низводит, то здесь мы видим, что, начиная с разбойника, происходит уже потихоньку преображение окружающего мира, и все устремляется вверх. И если воины до этого смеялись, то тут получается Сотник он прославляет Бога, именно Бога христианского, не языческого, и говорит «Истинно человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь». Тот самый народ, который кричал «Распни его, распни его», увидев совершившееся знамение, то что солнце померкло, и то, как разбойник исповедует его, и может быть что-то еще, но самое главное, что совесть их, она начинает проявлять себя в таком действии, как описано в Евангелии, что они в виде происходившей возвращаются и бьют себя в грудь. Бывает так, что людей убедят на какую-то ложь пойти, оговорить кого-то, а после этого, только как они выполнили порученное, они вдруг испытывают сразу серьезное раскаяние, потому что совесть их обличает, и они сами понимают, что поступили несправедливо. Все же знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. То есть были разные группы людей, были те, которые обвиняли, вот они идут раскаиваясь, но были и женщины, это жены Мироносица, и они тоже находятся здесь рядом. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафея, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тела Иисусова. Про Иосифа Аримафейского написано и известно не так много, но что мы можем сказать, что он был человеком несомненно благочестивым. Он специально переехал в город Иерусалим из Аримафеи, он приобрел в Иерусалиме и рядом с Иерусалимом участки земли, и в частности вот там он думал сделать такой вот устроить семейный склеп, как сейчас бы мы сказали. Нам это кажется очень странным, а вот в Иудее того времени это было очень распространено, когда заранее приобретались какие-то гробницы, фактически пещеры рядом с Иерусалимом, чтобы там быть погребенными в этих, ну даже это могли быть некие участки земли, скалы, скалистая там местность, и там вот эти пещерки, они высекались, порода она поддается легкой обработке, можно было высечь такую пещерку, и там могли похоронить человека, потом проходило время, если его родственник умирал, то могли продолжить вот эти отделения, сделать даже коридоры, еще какие-то вот новые отделения, и вот так вот вся семья могла быть погребена в этом постепенно устраиваемом склепе. И почему это делали? Потому что считалось, что если ты умер погребен в Иерусалиме, как в святом городе, то впоследствии, ну как бы ты будешь вот вместе с Мессией, который воскресит тебя в последний день, и соответственно вот эти мессианские чаяния охватывали людей, и Иосиф Аримафейский, поэтому он и приобрел вот это вот место, эту гробницу, в которой еще никто не был положен, и как член Синедриона он не соглашался с мнением обвинителей Христа. И вот он пришел к Пилату и просил тело Иисусова, и, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. все спешили в то время, потому что наступала суббота, тем более это было празднование Пасхи, и требовалось поэтому достаточно быстро завершить все дела. Обряды, положенные при погребении, в полной мере не были выполнены, тело Господа не было омыто, поэтому его обвивают плащаницы и кладут в гробе, высеченном в скале. Из Евангелия Таанны мы узнаем, что это было недалеко, то есть от Голгофы до места погребения Спасителя очень небольшое расстояние, то есть это подтверждается Евангелием, и действительно теперь храм Воскресения, храм Гроба Господня, он включает в себя и Голгофу и Кувуклию, гробницу Христа, где Спаситель и Воскрес. Да, потому что если бы это было далеко, то пришлось бы очень далеко нести, ушло бы много времени, они бы просто не успели, а так они сняв тело Господа обвивают его плащаницей, в общем-то как исследователи Туринской плащаницы говорят, ну, в общем, мы не собираемся ничего утверждать, но многие ученые, они считают, что это именно та самая плащаница, потому что там обнаружено, что сгузки крови, вот плащаница, она пропиталась этими сгузками, этими капельками крови, когда обвито было тело распятого, а потом получается, что он выходит из плащаницы, не повредив вот ни один из этих сгузков, то есть там нет таких разрывов, неким чудесным образом он выходит из этой плащаницы, и вот читаем мы, что день тот была пятница, и наступала суббота, последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его, возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Вот так в достаточно простых словах представлено самое великое таинство, таинство искупления рода человеческого посредством страданий Господа, который кротко и смиренно претерпел все это на кресте. Святые отцы, преподобный Ефрем Сирин говорит, что Господь как человек терпел страдания, а как Бог удерживал ангелов от наказания вот этих злодеев, потому что ангельские воинства готовы были поразить их всех, но Спаситель как Бог удерживает их, Он владыка над ангелами, Он их удерживает, и как человек Он смиренно и добровольно претерпевает эти страдания, и страдания эти, они испытаны были Господом ради очищения наших грехов, о чем нужно всегда помнить, поэтому мы носим нательный крестик, поэтому мы осеняем себя крестным знаменем, и остается нам только вот благодарить Господа, говорить Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое и Воскресение Твое славим, где крест, там и Воскресение, это неразрывно друг с другом, а на этом мы завершаем чтение 23 главы Евангелия от Луки, и в следующий раз мы рассмотрим последнюю, заключительную, 24 главу. Всего вам доброго, дорогие братья и сестры, храни вас Божие. Крестик, ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...